Экотехнопарк В 10 часов в Экотехнопарке SkyWay открылась регистрация, давшая начало фестивалю. После ее прохождения желающие смогли приобрести информационный материал о технологии SkyWay и ее авторе, сделать фотографии на память в предусмотренных для этого фотозонах, принять участие в создании картины будущего SkyWay, мастер-классе по игре на барабанах и других развлекательных мероприятиях, недостатков которых не было. Отдельной частью программы Экофеста была акция «Посади дерево», в рамках которой участниками мероприятия был разбит целый сад общей площади около полутора гектаров. Однако, бесспорно, главным поводом посетить фестиваль была возможность в праздничной и дружественной атмосфере собственными глазами увидеть, как продвигается строительство Экотехнопарка SkyWay, Центра практической реализации инноваций SkyWay, их международной сертификации и экспертизы. Ровно в полдень началось торжественное мероприятие по закладке капсулы времени, содержащей послания потомкам, живущим в эпоху, когда струнный транспорт SkyWay станет частью повседневной реальности. После зачитывания текста послания оно было подписано человеком, без которого не было бы ни технологий, ни перспектив ее развития, ни самого праздника, генеральным конструктором, генеральным директором ЗАО «Струнные технологии» Анатолием Эдуардовичем Юницким. Затем капсула была заложена в специальное углубление и на месте закладки был установлен памятный знак, ставший еще одной достопримечательностью Экотехнопарка. После обеда, приготовленного из экологически чистых продуктов, показавшегося особенно вкусным на свежем воздухе и сопровождавшегося неформальным дружественным общением, в час дня участники форума были приглашены занять свои места в шатре, где началась официальная часть мероприятия. Первое слово было предоставлено генеральному конструктору, генеральному директору ЗАО «Струнные технологии» Анатолию Юницкому, который решил сделать это в форме видеообращения, а на все возникшие вопросы ответить в конце конференции. Помимо него, слово взяли живой классик белорусской литературы Анатолий Боровский, автор биографической книги Юницкого «Небесные дороги», исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Петрович Нестюк, вручивший руководителю ЗАО «Струнные технологии» свидетельство о членстве в этой уважаемой организации, насчитывающей 65 организаций участников из разных стран и другие ораторы. В выступлениях всех участников конференции особенное место уделялось экологической составляющей струнных технологий. Приведем некоторые выдержки из них. Если мы не будем опережать время, время нас просто задает. Поэтому я очень рад сегодня встретиться со всеми вами и, конечно же, увидеть уважаемого Анатолия Боровича, ну и пожелать, чтобы ряды наши расширялись, чтобы все больше людей включалось в эту важную инициативу. И пожелать, чтобы у нас с вами хватило терпения, мужества и уверенности в том, что мы делаем благое дело. Спасибо. Спасибо, что вы взяли в руки будущее нашей планеты. Среди вопросов, заданных участниками форума Анатолию Юницкому, особенное оживление у публики вызвали вопросы о сроках и специфике процедуры сертификации струнного транспорта. Сертификация, на самом деле, слово этого не должно никого пугать. Это достаточно простая вещь. Это значит, надо соответствовать неким требованиям. В данном случае то, что мы делаем, оно состоит из трех составляющих. Есть подвижной состав, транспортное средство, есть эстакада, это дорога, есть инфраструктура, станция, вокзалы, кабиналы, так далее. Строительные объекты не сертифицируются. Нигде может не сертифицироваться. Нигде здание не сертифицируется. Там проводят экспертиза и сдается раскладацию. Подписав акты ввода, тогда следует убедиться, что все нормально. Там только надо использовать сертифицированные материалы. Допустим, ароматуры, естественно, у нас сертифицированные. Бетон, естественно, тоже сертифицированные. То есть, элементы, которые сертифицированы. Нигде не используют. По одесщим нормативам, а не международные, мы делаем, то есть у мира, они для Белоруссии. Подвижной состав не всегда нужно сертифицировать. Можно объявить о том, что соответствуют требованиям, и этого не стоит. Но мы, естественно, не просто будем объявлять, мы уже эту работу ведем сейчас, а будем, то есть через определенные структуры показывать, что мы соответствуем требованиям подвижного состава. В данном случае мы попадаем под определение трамвая. Стальные колеса движутся по стальному лицу. Вот разновидность трамвая. И поэтому мы можем ссутифицировать по нормативам трамвая и использовать на более жесткие нормативы разных стран. Организации Белоруссии, США, ЕС, России, Белоруссии, ну, и ряд других стран. И с каждого, когда стрелка до страны, то берем самое жесткое требование. И что по сертификации? Ну, для того, чтобы обойти в классе подосредства, нужно зайти в дверь. Естественно, в дверь должна заехать инвалидная колеса. Потому, естественно, дверь не может быть уже 900 мм. У нас дверь 1200, видимо. Наверное, мы пройдем сертификацию по этому показателю. Для того, чтобы зайти в дверь, надо зайти комфортно. В листу кольца, голову там, да, вверх проема. И поэтому, допустим, для таких вот, как у нас подосред, высота для требуемого 1800 мм. А у нас будет 2000 мм. Именно? Мы сертифицированы. Например, одно из требований внутри салона должен быть неголючий материал. Да, естественно. Кто-то может законить или бросить там, чтобы что-то загорится, тем более на высаде. Ну, естественно, мы будем использовать неголючий материал. Причем не то, что трудно воспламенять, но вообще неголючий. Металлы, ну и так далее. И, ну, допустим, по шуму, естественно, не должно быть там шум больше 80 дБ. Ну, это достаточно серьезный шум. А у нас большее сяга дБ. 20, это, разница в 20 дБ, это не на 20%. Это разница в сотни раз, там, логарифически сказано себе. Ну, можно назвать еще другие показатели. Их много, и мы знаем эти показатели. Поэтому мы сертифицируем в любой стране без проблем. И мы отработаем видео, когда есть служба по сутсификации, отработаем видео. По завершении конференции зал буквально порвал белорусский силач, пауэрлифтер, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Кирилл Шинко. В активе которого есть уникальные рекорды перемещения транспортных средств. Среди которых самолеты, танки, башенные краны, автомобили, железнодорожные составы и карьерные самосвалы. Что делает его, в каком-то смысле, нашим коллегой. Но самые интересные организаторы приберегли их для гостей фестиваля на улице. Где один из сильнейших людей мира проверил на прочность ключевой элемент струнных технологий. Протащив на струне диаметром всего лишь 4 мм многотонную строительную машину. Белорусский силач выразил свое восхищение инновационной технологией. Высказал желание сделать фото на память ее изобретателям. А также усилил своим участием и так не слабый круг поклонников технологии Skyway. Чувства переполняют масштабом этого проекта. Когда-то кто не верил в интернет, о том, что можно покрыть весь мир и передавать информацию за секунды, общаясь по телефону, на рассказах 80-х это звучало фантастика, фантастический рассказ. С того времени прошло не так много времени, и сегодня это вышел сбыт естественное положение вещей. И сегодня я чувствую, что я стою на пороге исторического события. Для меня огромнейшая честь лично быть знакомым с юническим Анатолием Гордовичем. Я хочу сделать личную фото и своим предкам, внукам, внучкам я буду рассказывать и гордиться этим великим человеком. Большого покорства! Ура! Ура! Большое скайпы! Спасай планету! С такими партнерами нам никакие преграды не страшны. Но на этом развлекательная часть фестиваля не завершилась, и его участники, освежившись на свежем воздухе, получили возможность согреться, танцуя под выступления кавер-бенда «Йогурт» и певицы Анны Шалютиной, стипендиата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. По признанию многих участников экофестиваля SkyWay «Остановить разрушение биосферы делотехники», данное мероприятие явилось значительным событием в развитии инновационной рельсострунной транспортной технологии, которую уже почти 40 лет разрабатывает Анатолий Эдуардович Юницкий. Оно стало промежуточным подведением итогов на пути внедрения транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay по всему миру. Его участники смогли воочию убедиться в том, что несмотря на начало строительства эко-технопарка SkyWay только в сентябре 2015 года, а также недостаточное финансирование, на данный момент уже сделано очень много, причем все работы идут согласно намеченным планам. Главная цель проведения экофестиваля заключалась в ознакомлении наших партнеров с новейшей информацией о состоянии дел в проекте, а также кратким экскурсом в историю, необходимым для того, чтобы лучше понять место предлагаемых технических решений в мире, где идет упорная борьба за право называться пятым типом транспортного средства в новом шестом технологическом укладе. Самым же большим достижением экофестиваля стало более широкое распространение информации о SkyWay, вовлечение в нашу орбиту все большего количества участников, а проект уже поддерживают инвесторы в 55 странах всего мира, что гарантирует успешность строительства эко-технопарка, апробацию и международную сертификацию рельса струнного транспорта Юницкого, обеспечив таким образом более чистое, безопасное и обеспеченное будущее нам, нашим детям и внукам. Субтитры создавал DimaTorzok